Поблагодарить вас за приглашение, за организацию этой встречи, но прежде чем перейти к повестке сегодняшнего дня, позвольте от своего имени, имени армянского народа, соболезновать вас по поводу взрыва в Кузбассе, погибло множество людей, я хочу выразить свое сочувствие всем родным и близким погибшим шахтерам. Ну, очевидно, ваша личная роль и роль Российской Федерации в приостановлении войны в прошлом году и после 9 ноября уже российские миротворческие силы разместились на горном карабах вдоль Лачинского коридора. Очевидно, что они, российские миротворцы, Российская Федерация играет ключевую роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе. Но хочу подчеркнуть, что, к сожалению, ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десяток людей погибло уже с обоих сторон. И инциденты случаются и в Нагорном Карабахе, и с 12 мая всего года мы имеем фактически кризисную ситуацию на азербайджанской границе. И наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Конечно же, границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы, не демаркированы, но государственная граница существует. И это суверенная территория Республики Армения. Я не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана, что фактически все пункты, кроме деплокады коммуникации уже выполнились. Вы знаете, что мы это неоднократно обсуждали с вами и очно, и по телефону, что существует еще и проблема заложников и других удерживаемых лиц, военнопленных. И это очень важный гуманитарный вопрос. Но я хочу сказать, что я думаю, что сегодня мы собрались не для того, чтобы только озвучить или озвучить проблемы, а поговорить и обсудить вопросы и решения тех проблем, которые существуют. Я тоже неоднократно объявил, что Армения готова приступить к процессу демаркации, делимитации, демаркации границ. Тема открытия деплокады всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас. И мы искренне заинтересованы, чтобы решить эти вопросы. И я надеюсь, что сегодня наше обсуждение, все вопросы, которые мы обсудим. И я видел, что вы упомянули во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана и проблему Нагорно-Карабахского регулирования. И президент Азербайджана упомянул сейчас только что вопрос о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Конечно, мы заинтересованы в этом тоже. И мы считаем, что Нагорно-Карабахского регулирования должно происходить в рамках соприседательства Минской группы ОБСЕ. Но я думаю, что очень многие вопросы и нужно, и можно обсудить, и решить в двустороннем формате, в двухсторонних форматах. Я должен сказать, что уже намечаются еще и прямые контакты между официальными лицами Азербайджана и Армении. И я думаю, что это тоже нужно подчеркнуть на фоне не очень хороших и позитивных нюансов. Эти позитивные нюансы тоже нужно подчеркнуть. И самое главное, хочу я повторить, извиняюсь, что я думаю, что главный смысл сегодняшней встречи не просто озвучить существование или несуществование каких-то проблем, а главное то, что мы сегодня сумели прийти к конкретным, и настолько это возможно, к конкретным решениям по стабилизации в регионе Южном Кавказе, потому что это наша ответственность, мир, стабильность и безопасность людей. Спасибо. Спасибо.